здравствуйте уважаемые пользователи в данном видео уроке мы рассмотрим как создавать новые пункты меню на нашем сайте а также я расскажу какие типы меню бывают и что с ними можно делать так для того чтобы создать новое меню у нас есть главном меню такой пункт который так и называется меню здесь у вас уже по умолчанию будет создано главное меню перейдем сюда здесь мы можем видеть что уже основные пункты меню мы создали для вас и если вам необходимо создать новый пункт на кнопочку создать у нас открывается окно создания нового меню и здесь основной пункт это вот тип пункта меню нажимаем кнопку выбрать наиболее распространенные и часто используемые пункт меню это меню которые отвечают за вывод материалов на нашем сайте соответственно вот этот столбец вот этот пункт материалы вы будете использовать чаще всего так здесь мы можем выбрать материал то есть это единичный материал который назначается на какой-то отдельный пункт меню можем выбрать список категорий можем выбрать блок категории можем выбрать список материалов категории Блок категории отвечает за вывод материалов в определенной категории, которые будут показываться вместе с его содержимым. То есть, когда мы открываем страницу этого пункта меню, мы будем видеть заголовок материала, его какую-то основную часть текстовую, потом за ним будет следовать следующий материал, будет также заголовок, потом содержимое и так далее, в зависимости от настроек этого пункта меню. Список материалов категории выводит нам список тех статей и материалов, которые у нас созданы в необходимой категории. Давайте пойдем по порядку. К примеру, если мы выберем материалы и нажмем просто на материал, то мы попадем в окно выбора нужного нам материала. Вот здесь справа мы можем нажать на кнопку «Выбрать». И, соответственно, в данной табличке у нас будут показаны все материалы, которые созданы на сайте. Ну, к примеру, фотогалерея. Мы хотим, допустим, назначить материал фотогалерея на отдельный пункт меню. Здесь нам необходимо написать заголовок. Ну, пусть он так и называется, фотогалерея. И мы можем написать alias. Alias – это его, соответственно, английское название, которое будет вводиться в строке адреса сайта. То есть название сайта – slash index.php slash вот это название. К примеру, gallery. Все, это, в общем-то, все настройки, которые можно сделать при выборе единичного материала. Ну и потом, если мы нажмем «Сохранить», то данный пункт меню появится в списке нашего меню. Если мы выберем блок категории, то нам также будет нужно вписать заголовок, вписать alias. И справа нужно будет выбрать необходимую категорию. К примеру, если мы хотим создать блок категории новости. Здесь мы пишем «Новости». Здесь пишем «Новости» либо «Ньюз». И также справа мы видим вкладки, кликая на которые мы попадаем в настройки этого пункта меню. В принципе, большая часть настроек можно оставить по умолчанию. Хочу обратить внимание на пункт «Параметры макета блога». И вот здесь во всю ширину означает, сколько материалов будет выводиться с полностью содержимым, со всем содержимым. Ну, допустим, там 10 материалов. Только введение, ну, соответственно, количество материалов, которые будут выводиться только с введением. Количество колонок, ну, соответственно, количество колонок выводимых материалов. То есть, допустим, мы хотим, чтобы материалы выводились в две колонки, можно поставить из два. Количество ссылок можно поставить какое-то большое количество. Это те материалы, которые по давности не могут попасть в основные, допустим, списки. Ну, к примеру, если у нас во всю ширину 10 материалов, там здесь 0 и тут 0, то, соответственно, если у нас в категории больше 10 материалов, то первые 10 будут выводиться во всю ширину, остальные будут выводиться ссылками. Здесь можно оставить по умолчанию. Порядок категории мы можем назначить, в каком порядке они будут выводиться, либо по заголовку, либо в том порядке, в котором они у нас настроены в категории. Соответственно, порядок материалов, разбиение на странице, и результат разбиения на странице. Это постраничная навигация. Ну, и также можем настроить параметры отображения материала. В принципе, тут достаточно много настроек, поэтому можете поэкспериментировать и назначать разные настройки и посмотреть результаты. То есть, какой вид вам нравится, так и оставить. Ну, опять же, повторюсь, в основном большинство настроек можно оставить по умолчанию, потому что оно, в принципе, уже все будет настроено. Вот. И рассмотрим такой тип меню, как список материалов категории. Список материалов категории выводит все материалы, точнее, все заголовки материалов с ссылками из определенной категории. Ну, к примеру, если это у нас, опять же, категория новости, то справа мы должны выбрать категорию новости, указать заголовок, алиас и параметры макета списка. В параметре макета списка здесь можно указать, сколько будет материалов выводиться на одной странице, ну и, соответственно, какие дополнительные поля будут выводиться в табличном виде. То есть, автор статьи, дата, заголовок таблицы, фильтр, порядок категории, порядок материалов. В данном случае большую часть вот этих пунктов можно скрыть, потому что они будут только отвлекать глаз и, в принципе, никакой полезной информации в большинстве случаев они не несут. То есть, мы скрываем все вот эти настройки и количество материалов, в принципе, можно сделать, допустим, все, чтобы у нас, если у нас там не так много материалов, чтобы они уводились все на одной странице. Соответственно, когда мы все настроили, ну, опять же, нажимаем сохранить, либо сохранить и закрыть, и наш пункт меню создался. Это, в общем-то, основные типы пунктов меню, которые в 90% случаях используются пользователям на сайте. Остальные, я думаю, что, ну, нет нужды подробно их объяснять, потому что, в принципе, как бы я не рекомендую вам куда-то заходить в другие типы пунктов. Менеджер пользователей, создание карты сайта, создание ссылок, поиск по сайту, это формы, гостевая книга, компонент контента, контакты. И теперь мы рассмотрим, как редактировать страницу с контактами. В главном меню панели управления у нас есть пункт компоненты и в нем есть контакты. Здесь по умолчанию у вас уже будет создан контакт ваш. Если вдруг, к примеру, ваша информация контактная сменилась, вы переехали или поменяли телефон или электронную почту, вы можете сюда зайти. И отредактировать контактную информацию на сайте. Повторюсь, что вот этот пункт компоненты контакты, он отвечает именно за страницу контакта. Здесь справа есть детали контакта, в котором мы указываем электронную почту, указываем адрес, указываем телефоны, ну и какую-то дополнительную информацию. В принципе, я думаю, здесь все интуитивно понятно, долго объяснять не нужно. Также можем включить или отключить форму обратной связи. Если у вас возникают какие-то вопросы по работе с сайтом или какие-то вещи вы не можете сделать, не получается у вас, вы можете обратиться в нашу компанию, написать нам письмо на электронную почту info.sobaka.ru и наши сотрудники обязательно вам подскажут. Спасибо за внимание.